Hi there! It's English with Peter. Если бы не все это, если бы я до конца использовал те стандартные методики, то, возможно, ситуация выглядела бы вот подобным образом. Но, к сожалению, такая картина наблюдается сплошь и рядом. Не у всех людей, которые имеют возможность коммуницировать с вами на английском языке, не всегда хватает терпения. И порой ситуация может обернуться таким вот образом. Поэтому лучше не затягивать с изучением иностранного языка и сделать это наиболее эффективно. Ну и в то же время, чтобы это было интересно и весело. Так вот, в процессе преподавания английского языка я все чаще начал задаваться вопросом, а каково это изучать английский с нуля? И я решил провести эксперимент, и я решил начать изучение испанского языка с нуля, чтобы почувствовать, как это с самого нуля поднимать язык, чувствовать неловкость при составлении фраз, испытывать огромное сопротивление при постоянном изучении новых слов и так далее. Имея свой личный опыт изучения иностранных языков и вдохновившись вот этими двумя книжками, которые вы сейчас видите на экране, я постепенно методом проб и ошибок выработал определенную систему изучения языка, которая, на мой взгляд, является крайне эффективной и которая наиболее комфортна для меня. И в этом видео я бы хотел поделиться с вами тем, как я это делаю. Возможно, оно будет крайне полезным и для вас, и вы почерпнете что-то новое для себя, и немного модифицируете свой подход к изучению языка, и сделаете его более эффективным. Так вот, изучение любого языка я начинаю с освоения произношения, с мелодии языка. Для меня более важно то, как я произношу, нежели то, что я говорю. Да и в принципе, я думаю, вы со мной согласитесь, когда вы видите человека, который очень красиво говорит на русском языке без акцента, но допускает ошибки, это гораздо приятнее, нежели человек, который говорит идеально фактически на языке, но при этом который говорит очень-очень сильным акцентом. Есть офигеннейший ресурс, где вы можете найти произношение абсолютно любого слова на земле. Изучаете испанский язык, вы можете скачать произношение одного и того же слова с помощью испанца, с помощью латиноамериканца, Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, Уругвай. Вы можете скачать эти слова, вы можете скачать фразы, в которых эти слова используются. Крайне рекомендую этот источник. После этого я начинаю использовать приложение Anki, одно из самых лучших приложений для интервального повторения слов. Более подробно вы с этим приложением можете ознакомиться на их сайте, вы можете скачать на абсолютно любое устройство, Android, Apple, iOS, Macintosh, Windows, Linux и так далее. Изучая произношение, я добавляю слова в свое приложение Anki. Сначала я это делаю на компьютере, я ввожу слово в словаре, нахожу, как оно произносится на моем изучаемом языке, ввожу все эти слова Anki именно сначала на компьютере. Постепенно база данных сохраняется, и после этого я начинаю изучать данные слова на телефоне. То есть я провожу полную синхронизацию систем, добавив на компьютере, затем я изучаю эти слова на телефоне. Вот как раз вы сейчас можете видеть, как я это делаю. Эти слова, их не нужно запоминать, привыкайте к произношению языка, к мелодии языка. Просто проговаривайте эти слова, особо не стремясь запомнить. Но так или иначе, на подсознании эти слова постепенно будут у вас оседать. И в будущем, когда вы будете читать какую-то книгу, слушать какую-то песню, вы будете вспоминать, ага, это слово значит то, а это слово значит другое. Через некоторое время я приступаю к освоению базовой грамматики иностранного языка. Здесь очень важно не переборщить. У многих возникает аллергическое отношение к грамматике еще со времен школы, либо университетов. Поэтому не перегружайте себя, не берите огромный талмуд с грамматикой. Найдите что-нибудь в интернете. Какой-нибудь ресурс, который даст вам в простой и доступной форме, объяснит вам какие-то грамматические основы, грамматические азы. Либо вы можете попросить у своего знакомого, потому что английский язык на высоком уровне знает огромное количество людей. И кто знает, может быть ваш знакомый может это сделать. После освоения базовой грамматики, после того, как я ознакомился с произношением языка, то, как звучит этот язык, я выбираю самоучитель. И лучшим, на мой взгляд, является самоучитель Асимил, потому что он дает мне полную свободу. То есть я не ограничиваюсь теми фразами, словами, которые даются в большинстве самоучителей. Например, тема знакомства, тема домашние животные, тема общения в аэропорту. Для меня это скучно и неинтересно, поэтому Асимил идеальный вариант. Каждый урок в курсе и более 100 состоит из одного диалога. С левой стороны диалог на иностранном, с правой стороны диалог на вашем родном языке. И после этого есть большое количество разных заданий. Использовать материал можно абсолютно любым способом, который наиболее комфортен для вас. Если хотите, можете пропускать уроки и не делать, если какой-то диалог является скучным для вас. Изучив базовое произношение языка, базовую грамматику языка, наступает самая интересная, но в то же время самая сложная часть в изучении иностранного языка. Интересная, потому что ограничений по выбору материала нет. Вы читаете разную литературу, смотрите разные видео, слушаете разные песни. А сложная, потому что вы просто представить себе не можете, какое огромное количество слов вам придется изучать. Итак, обо всем по порядку. Видео. Я начинаю искать видео, которое будет комфортно мне. И я останавливаю свой выбор, обычно это на мультфильмах. Почему? Потому что они информативны, но в то же время они не перегружены сложной грамматикой, сложными словами. Абсолютно любой мультфильм, который вам комфортен, который, возможно, вы до этого смотрели. Постепенно вы будете привыкать к нему. И, разумеется, поначалу вообще ничего не будете понимать. Но со временем вы привыкнете к темпу речи, к звучанию. Постепенно вы будете улавливать отдельные конструкции в языке, отдельные слова. И постепенно вы будете наиболее комфортно себя чувствовать. У вас будет появляться уверенность. Никогда не смотрите фильмы именно с субтитрами, чтобы они бежали внизу текста. Вы читаете текст, вы не слушаете, и вы не видите видео, и не привыкаете к звучанию английского языка, и не пытаетесь даже напрячься и послушать, о чем идет речь. Но это отдельная тема для разговора, и я надеюсь, в будущем я сниму отдельные видео о том, как смотреть фильмы с субтитрами. Также постепенно я стараюсь находить какие-то интересные и несложные книги. Как я читаю книги? Я не подчеркиваю отдельные слова, я не перевожу и не ставлю перевод над этими словами. Что я делаю? С левой стороны на лаптопе у меня словарь, с правой стороны книга. Я читаю книгу, вижу какое-то неизвестное слово, выделяю его, копирую и вставляю в словарь. И в свою библиотеку фраз или предложений я заношу не отдельное слово, а целиком предложение. То, как оно может быть использовано. И постепенно, насколько видите, в записной книжке у меня пополняется запас этих предложений или фраз, которые в конце недели или в конце месяца я выписываю и добавляю в Анки. То, как я показывал вам до этого. Постепенно моя коллекция в Анки пополняется и уже на телефоне я изучаю эти фразы или эти предложения. В Анки каждое предложение появляется в двух вариантах. То есть параллельно вы тренируете два навыка. Перевод с русского на английский и с английского на русский. Это крайне важно. На мой взгляд, это самый важный элемент, который необходим при изучении иностранного языка. Постоянное создание разных предложений. Не обязательно говорить с каким-то человеком, иметь с ним диалог. Будет достаточно, если вы просто будете создавать предложения. Вот вы сидите на стуле и попытаетесь создать предложение. Я сижу на стуле и смотрю телевизор. Обычные простые предложения. И в итоге постепенно вы будете развивать свой навык именно говорения. Но создавая предложение, мой холодильник полон еды. И через пять минут я проголодаюсь и начну что-то есть. Если это предложение занести в переводчик, иногда он может выдать полную ересь. Но есть выход. Отличное предложение high native. И вы можете непосредственно у носителя языка спросить, как это будет звучать на его родном языке. То есть вы можете спрашивать перевод как в одну сторону, так и в другую сторону. Скорость ответа молниеносная. Люди постоянно смотрят, что пишут и постоянно пытаются как-то помочь. А вообще существует огромное количество разных методик и подходов для изучения языка. Их действительно очень много. На мой взгляд, наиболее интересными методиками и теми, которыми я на себе испытал, являются следующими. Опять же, методик очень много. И поэтому вы можете посмотреть каждую из них и протестировать, насколько она вам комфортна и подходящая для вас. Итак, подводя итоги, можно выделить следующие фазы изучения иностранного языка. Первое. Вы знакомитесь с мелодией языка, с произношением, с звучанием. Второе. Вы тренируете произношение этих фраз. И постепенно, параллельно, вы будете запоминать, что значит каждое из этих слов. Третье. Вы знакомитесь с грамматикой иностранного языка. Не перегружайте себя грамматикой. Настоящее, прошедшее, будущее. Этого хватит. Четвертый момент. Вы изучаете разные источники информации. Книги, песни, сериалы, фильмы, мультфильмы, видео и так далее. Главное, чтобы иностранный язык не был целью изучения. А чтобы вы пытались получить информацию, которая вам интересна. А иностранный был лишь средством для достижения этой цели. Ну и пятое, и самое важное. Создавайте как можно больше предложений. Тренируйте говорение. Это самый важный момент. Ведь цель изучения любого языка, это научиться говорить на нем. Поэтому не бойтесь совершить ошибку. Цель изучения языка, это говорение. Вы должны говорить. Создавайте как можно больше предложений. Создавайте их ежедневно, абсолютно различных. Будет сложно, но поверьте, если вы сохраните подобный темп, если вы регулярно будете создавать разные предложения, не обязательно общаться с кем-то. Вы получите колоссальное удовольствие от того, что вы получите в итоге. Узнать более подробную информацию, а также записаться на первый бесплатный пробный урок, вы можете, кликнув по ссылке в описании профиля.